Беларусь особенный край для любителей экологического туризма. В стране нет высоких гор и морей, но она богата живописными ландшафтами, густыми лесами, голубыми реками и озерами, уникальной флорой и фауной. Рассмотреть эти красоты можно, например, во время прогулки по специально разработанным тропам. Они проложены через заповедные леса и нетронутые болота. Маршруты бывают различной протяженности и степени сложности, так что каждый найдет путь себе под силу. Незабываемое впечатление можно получить и от знакомства с белорусскими водными объектами. Экологические сплавы на лодках и байдарках могут быть как однодневными, так и многодневными. Хорошим примером может служить государственное протокальное учреждение «Заказник Споровский». Там налажены кластерные отношения с агроусадьбами, с местными и ближайшими гостиницами для оказания организации отдыха. Также с пунктами общественного питания для организации питания туристов социально-культурной сферой, которая находится в районе и у ближайших этих. В рамках экологических туров можно поближе познакомиться и с животным миром нашей страны. В этом помогут прогулки с изучением следов диких зверей и наблюдения за ними. Согласитесь, не каждый день можно увидеть в дикой природе зубра, оленя, лося и дикого кабана. Экскурсионная деятельность, которая развивается сегодня в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, где туристам предлагается посетить белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Данный вид деятельности начал в заповеднике развиваться в 2018 году после поручения главы государства по развитию видов деятельности в заповеднике. Сегодня туристы все чаще выбирают естественные ландшафты. А поскольку их в Беларуси немало, потенциал для роста экотуризма в нашей стране огромен. Нужно только посмотреть по сторонам. Наталья Ехимович, Сергей Андрушкевич, Яна Белковская. Наше утро.